К другим темам. Выпускники школ сегодня сдавали ЕГЭ по физике и иностранным языкам. И если результаты технического теста станут известны уже через 10 дней, то ИНЯС еще придется доздавать. Между тем уже стали известны результаты других экзаменов по литературе 400-бальника, в их числе школьница из Искитима. Ирина Звягина расскажет подробнее. Для старшеклассников сегодня очередное испытание. Сдают ЕГЭ по иностранному языку и физике. В голове знания, в руках паспорта и шоколад. Есть и кое-что под пяткой на удачу. Если хочешь на 100 баллов написать, сотни нужно положить под пятку. 100 рублей ложишь и напишешь на сотню. Неизвестно, была ли 100-рублевка в день сдачи ЕГЭ по литературе у Кати Федюковой. Но именно она сумела заработать высший балл по предмету, который и выбирают-то немногие. Сама Катя не считает свой результат большим достижением. И то ли из скромности, то ли чтобы не спугнуть удачу. Но от интервью сегодня старшеклассница отказалась. Зато учителя с гордостью рассказывают об успехах своей ученицы. Во-первых, это был первый экзамен, который сдали выпускники 11 классов. И это было непривычно глазу. Когда открываешь, все-таки двузначную цифру мы привыкли видеть. 98 – это два знака в цифре. А здесь открываешь 100 баллов. И вот первое ощущение – замешательство. А потом абсолютной радости, конечно. Порой, кстати, среди ребят бывают такие разговоры, что «у, мне бы 50, мне бы 60». Вот какой-то торг такой идет, сколько баллов набрать. Катя вот никогда это не переводила в цифры. Учителя говорят, Катя универсальный ученик. Ей легко даются и гуманитарные дисциплины, и точные науки. В целом, для старшеклассников из Китима этот год более удачный. Результаты по ЕГЭ выше, чем в прошлом году. В этом году по русскому языку у нас тоже удачно прошел экзамен, я считаю. Получилось так, что 13 выпускников набрали больше 90 баллов по русскому языку. 100 баллных нет результатов, но более 90 баллов – это тоже очень хороший результат. Чтобы получить максимальный балл по ЕГЭ, нужно заранее выбрать конкретный вуз и готовиться к поступлению. Так считают выпускники. Их поддерживают в Минобразовании. Поэтому теперь старшеклассники еще зимой должны будут определяться с учебным заведением. Сегодняшний же экзамен по ИНЯЗу выпускники сдали лишь наполовину. По новому регламенту экзамен распределен на две части. Вторая – на следующей неделе. Ирина Звягина, Никита Решетков. Новости ОТС.